Алексей Кривинский, партнер, тренер, консультант компании Scrum Украина. В этом коротком видео я хотел бы поделиться с вами тем, о чем мой курс Certified Scrum Product Owner, курс для Product Owner в Scrum. Дело в том, что часто задают вопросы нам, для кого это курс, стоит ли мне на него идти, и что в нем будет. Важно понимать, что Scrum Alliance никак не диктует тренеру, что должно быть в этом курсе. Scrum Alliance дает некоторый перечень вещей, о которых нам нужно говорить, но как мы об этом говорим, какие мы делаем упражнения, какие мы учим практики, это дается наотку каждому тренеру. И поэтому мой личный курс, выстраданный пятью годами экспериментов, он построен очень сильно вокруг Scrum. Я был на ЦСПУ в классах других тренеров, где тренеры очень много говорят о Scrum, о том, как он функционирует, о том, как Product Owner двигает пешечки на доске. Мой курс не про это. Мой курс про то, как быть хорошим, классным продукт менеджером, который работает с или в Scrum экосистеме, и цель которого – делать классные продукты для бизнеса. Поэтому в этом курсе мы очень быстро выходим за рамки Scrum механики и говорим очень много о рынке, о бизнесе, о discovery, о поиске ценностей. Потому что цель Product Owner – не менеджить бэклог. Фактически. Цель Product Owner – менеджить ценность, искать ее с помощью команды, которая может быстро-быстро экспериментировать. Как строить такие команды – это отдельная тема, это задача, собственно, коучинга Scrum мастера. Задача Product Owner – использовать эту машину экспериментов для того, чтобы искать ценность и ее быстро поставлять для благопользы и для повышения своих метрик для бизнеса. Поэтому в этом курсе мы, понятно, мы говорим про Scrum, потому что не понимая его, невозможно быть Product Owner адекватным. Но мы быстро выходим из Scrum и говорим о вещах, которые никак не описаны ни в Scrum Guide, ни в книгах по Scrum. Мы говорим про discovery, мы говорим про работу со стихоулдерами, мы говорим про эксперименты, про гипотезы. Я хотел бы вам показать на примере мира доски одного из моих недавних классов деталей, что конкретно в этом курсе, чтобы вы поняли, для кого это. И я думаю, что вы быстро поймете, что этот курс для тех, кто уже практикует. Я хотел бы видеть на этом курсе людей, которые уже работают в идеале, в роли Product Owner или имеют опыт Product Management и хотят его использовать в Scrum. То есть с людьми, у которых есть некоторая база, некоторое понимание, которые хотят, может быть, расширить в каком-то смысле свой базис. Также этот курс очень полезен, мне лично кажется, для Scrum Master. Я работал 7-8 лет фултайм Scrum Master, коучил своих Product Owner, поэтому я знаю, как важно Product Owner понимать, как важно Scrum Master понимать то, что является миром Product Owner. Поэтому этот курс, несомненно, также полезен для Scrum Master. Давайте же посмотрим, что внутри в этом курсе и потом еще поговорим о том, для кого уже он и почему. Это доска, которую мы наращиваем и ведем вместе с нашими участниками. Это доска одного из недавних классов, которые были в сентябре. Есть много всего. Главные вещи, которые мы в этом классе прорабатываем, это, несомненно, Scrum как таковой. Очень важно понимать владельцу продукта, как работает Scrum. И мы пытаемся разобраться в том, как он работает с точки зрения владельца продукта. Такой взгляд, что ли, да, со стороны. Мы очень мало, на самом деле, копаемся в Scrum. Мы сразу, довольно быстро уходим в то, что называется Product Discovery. И здесь мы говорим про Value Proposition, мы говорим про бизнес-модели, мы говорим про работу со стих-холдерами. Сейчас я вам расскажу пару вещей. То есть, да, вот все понимают, как работает Scrum, и на любой картинке Scrum, вот как здесь, да, бэклог, который слева, он как бы данный. Да, вот он дан. Протоконнер приходит, и у него есть с собой бэклог. Ха-ха, вопрос, откуда он берется, да. И фактически, довольно сразу в классе, в течение первого дня, мы задаемся этим вопросом и уходим исследовать ту зону, да, те науки, которые помогают нам формировать то, что в итоге помогает сделать бэклог. То есть мы не варимся в Scrum, мы сразу уходим в Discovery, и здесь мы говорим много вот о чем, да. Мы говорим о том, как работать со стекхолдерами, мы смотрим на какие стекхолдеры бывают, как с ними работать, как их менеджить, как строить с ними alignment, потому что фактически, да, вот как нарисовано на этой картинке, это, кстати, часть постера, которую можно выключить у нас на сайте по продаконнельству, да. Перед тем, как продаконнер начинает работать с командой и дальше команда справа начинает работать со своими клиентами, юзерами, продаконнер должен поработать со своими стекхолдерами, чтобы получить стабильный вижен. И пока вижена стабильного нет, фактически не имеет смысла работать со своими, с бэклогом, с юзерами, с командой, потому что если вижен будет меняться, да, если нет alignment между продаконнерами и стекхолдерами, между ними всеми, да, то завтра придет более важный, более громкий стекхолдер и полностью поменяется курс всего дела и бэклог нужно будет просто выбрасывать в бусорку. Поэтому мы фактически начинаем с того, что говорим, как строить alignment. И как вы видите, alignment – это одна из шести областей продаконнерства. Это мой такой постер, я его изобрел, а это моя модель шести, скажем так, лиц, навыков, дисциплин, которыми должен обладать продаконнер. Мы не ныряем глубоко в каждую из них, но мы проходимся по некоторым из них в этом классе. Да, вот align stakeholders – это первая вещь, куда мы ныряем, и мы в ней проводим довольно много времени. И важный инструмент, который здесь мы рассматриваем – это impact mapping. Мы используем impact mapping для того, чтобы помочь разобраться в том, какое влияние на бизнес. Мы хотим, чтобы оказал наш продукт. Важная вещь. Мы не делаем просто продукты, мы не делаем фичи, мы не пытаемся оптимизировать фичи-фактори. Scrum – это каркас по разработке продуктов. А продукты нужны для того, чтобы двигать бизнес, чтобы его куда-то развивать. И фактически, если Product Owner не владеет пониманием бизнес-метрик, бизнес-целей, то да, будет какой-то бэклог, будет какой-то выхлоп, но не факт, что будет реальный outcome. Будет много того, что называется, output. И фактически задача Product Owner – минимизировать output, максимизировать outcome. То есть минимизировать количество работы, которое команда делает, максимизируя ценность этой работы и ее реальное влияние на бизнес. И, собственно, мы довольно много в классе об этом говорим, поэтому, несомненно, если вы член команды, если вы бизнес-аналитик, эта часть тренинга вам будет интересна, но, возможно, вы не будете знать, как это применить. Но если вы Product Manager или уже играющий Product Owner, вам эта часть будет очень-очень полезна. Все обычно говорят, вау, завтра бегу проводить импакт-маппинг со своими стекхолдерами. Мы обычно говорим, не спешите, да, поучитесь вначале на кошечках, и в этом классе мы учимся на кошечках. Мы развиваем людей на группки, на командочки, и они строят импакт-маппинги для продукта, который мы делаем. А что еще интересно вам рассказать на этом классе? После импакт-маппинга мы идем в Discovery, мы изучаем то, что называется Value Proposition. Наверное, многие из вас видели вот эти два канваса, прекрасная книжка Алекса Остервальдера и компании Value Proposition Design. Мы вертимся в этом многом, мы пытаемся в этом разобраться, довольно прагматично, практично смотрим на эти вещи так, чтобы они помогали родить бэклог. Мы не сильно углубляемся в бизнес-модели, на это, к сожалению, нет времени на этом классе, но и, в принципе, мы думаем, что бизнес-модель уже есть, а вы Product Owner, которому дали мандат делать продукт для конкретной бизнес-модели, поэтому мы не слишком много в этом разбираемся, в бизнес-моделях. Но мы понимаем, что без того, чтобы понять нужды клиентов и их задачи, невозможно сделать качественный продукт, поэтому мы глубоко и качественно ныряем в Value Proposition Design. После чего, и вот, скажем, да, примеры того, как мы это делаем, мы учимся делать интервью пользовательские, пытаемся немножко их подебажить, вытащить лучшие практики. Из-за этого для половины класса обычно это первое юзер-интервью, которое они проводили в своей жизни, и у людей много инсайтов. После чего мы ныряем в то, что называется Story Mapping. И, опять-таки, наверное, многие знают, что такое Story Mapping, но для меня это самое полезное упражнение, самое, скажем, любимое упражнение, максимально часто используемое, это Story Mapping. Прекрасная книжка Джеффа Пэттона. Мне удалось быть участником на его CSPO-классе когда-то в Индии, в Бангалоре, да, и, как сказать, я из первых уст обучился этому методу и передаю его дальше, и для меня это самое лучшее упражнение, которое есть в классе, Story Mapping, а мы его делаем где-то в конце второго дня, в начале третьего дня, после чего много-много-много говорим о том, а как же строятся бэклоки. Вы, наверное, знаете, у меня есть такое видео, называется бэклог или называется PBR здорового человека, или я сейчас придумал новое название, как побрить свой бэклог. Я кину видео на него, под этим видео ссылочку, чтобы вы могли посмотреть. У меня есть много-много авторских таких материалов о том, как работать с бэклогами, и фактически третий день мы довольно много занимаемся тем, что обсуждаем слайсинг, обсуждаем разные критерии слайсинга, обсуждаем разные варианты приоритизации, смотрим на модель Spider, пять, скажем так, идей, по которым можно расслаивать элементы бэклога, делаем практическое упражнение с ними, довольно много занимаемся бэклогами. Что еще важно, да, мы говорим также о росте и развитии продакт-оуннера во времени, да. Понятно, что если продукт маленький, то есть продакт-оуннер, и его хватает, там у него есть одна команда разработки, но что если продукт большой, да, вы пошли в скейл, вы нашли продукты market fit, да, и теперь вы можете скейлиться. И есть разные модели скейлинга, да, и вот я нашел в интернете статью Романа Пихлера, который утверждает, что есть вот такие три модели скейлинга. Мы их рассматриваем, и мы в них находим много минусов. Это модели дисфункциональные, но, к сожалению, это самые частые модели, которые есть, и поэтому мы рассматриваем на этом же классе советы из LESS, Large Scale Scrum, как масштабировать продакт-оуннерство так, чтобы его не расслаивать на разных людей, не заводить технических продакт-оуннеров, не заводить подпродакт-оуннеров, не заводить фича-оуннеров, компонентных оннеров, платформенных оннеров. У меня есть много-много идей и наработок об этом, да, и вот как бы ребята в этом классе в виде упражнения разбирались в плюсах и минусах каждого из подхода от скейлинга, после чего мы говорили про LESS. Повторюсь, очень-очень обширный класс, и в этом классе мы разбираемся вот фактически в шести дисциплинах продакт-оуннера, говорим про стихолдеров, говорим про, собственно, дизайн продукта с точки зрения его проектирования, тут же говорим про story mapping, roadmap, roadmap, говорим про то, как строить roadmap, что, ну, отчасти история mapping является инструментом roadmap, но мы также приводим примеры, как это можно делать по-другому. В Scrum, к слову, нет ничего про roadmap, это не инструмент Scrum, но это то, без чего я лично понимаю, продакт-оуннер не может делать качественную свою работу. Очевидно, говорим про discovery, говорим немножко про то, как коммуницировать vision, говорим, собственно, про то, как работать с командами guide development teams, и это фактически как быть хорошим продакт-оуннером в Scrum. Такой вот обширный класс, времени катастрофически не хватает, наверное, если я мог работать с людьми пять дней, я, наверное, бы работал пять дней, материала хватает, но наша задача дать такие максимально полезные, что ли, витаминки для того, чтобы люди могли взять те инструменты, которые им полезны, и их использовать. То есть этот класс такой, что ли, такой буфет, такой салат-бар, где вы видите разные-разные инструменты, и вы можете взять их попробовать и дальше использовать то, что вам полезно. Отзывы участников такие, что вау, классный, бомбически полезный класс, очень много информации, но вот один-два инструмента люди уже видят, как будут использовать у себя. Поэтому, пожалуйста, приходите, будем рады вас видеть. Классы у нас небольшие. В онлайне мы, мне кажется, очень неплохо научились работать, и некоторые вещи у нас получаются даже лучше, чем получались раньше в оффлайне. Я не знаю, это реклама или антреклама, но мне кажется, что в онлайне с досками, с фасцитацией, с комнатками в Zoom, где люди общаются, мы реально делаем очень классную такую learning environment, такую среду обучающую, где люди реально, реально учатся, практикуют. Поэтому всего хорошего. Приходите на наш класс CSPO. Повторюсь, он очень полезен скрам-мастерам, которые уже знают скрам, которые уже в нем работают, для того, чтобы понять, а как же, что же такое поле, где живет Product Owner, как ему там нелегко, как ему можно помогать и как команда может тоже ему помогать. Поэтому CSPO очень полезен для скрам-мастеров, для многих это совершенно новое, неизученное поле. Поэтому буду рад вас видеть на этом классе. Всего хорошего. Берегите себя. Мойте руки. Всех благ. Спасибо. Продолжение следует...